Ладно, если ты и правда хочешь это знать, то есть одна проблемка. Боже, скажи мне, что я натворила? Да нет, ничего, просто Радж рассказал мне, что между вами кое-что было. Что? Вот трепло, а! Хочешь сказать, что ничего не было? Ну, по сути, считай, ничего. Вы целовались? Ну да. Раздевались? Ну да. Значит, кое-что было? Нет. Ну да. Ну, а как еще мы могли бы продвигать наш магазин комиксов, кроме конкуренции? Ну, дети любят комиксы. Было бы неплохо придумать способ, как привлечь их в наш магазин. В детстве я обожал магазины комиксов, но меня туда никто не возил. О, ну так давайте раздобудем фургон и будем подбирать детей. А мне нравится. Например, на детских площадках или в школах. А еще в магазинах игрушек или кукольном театре. Погодите, вы реально хотите купить фургон, чтобы разъезжать по улицам и подбирать малолеток? И да. А может, еще и конфетками их будете заманивать? Ну, точно! Ты рассказал, Эмили, что у нас с тобой что-то было? Свою защиту я всем рассказал. Ну вот зачем, скажи мне. Мы разговаривали о наших бывших любовниках. Но мы не были с тобой любовниками. Все знают, что мы не переспали. Мы напились и немного покурались. Или мог бы и промолчать. Но мы с ней договорились быть честными. Ты бы вот не рассказала обо мне своему новому парню, если бы бросил Леонардо? Не отвечай. Нет, конечно! Ну, а я вот никогда не вычеркну тебя из своего списка. И не только потому, что без тебя, собственно, никакого списка-то и не получится. Ну, молодец, а вот она меня теперь терпеть не может. Отлично. Но есть в этом и положительное. Оксфордские исследователи были правы. Минус один друг. Интересно, кто будет следующим? Ты, понятно, следующим будешь ты. Но это вряд ли ты меня обожаешь.